Всем привет. Наш нынешний Прокдей, если не ошибаюсь, уже 18 подсчетов. Я уже почти сбился, считай, все эти мероприятия. Получается, что до полтора года мы проводим. Это такая довольно странная дата. Но, тем не менее, каждый раз нам удается находить какие-то новые интересные проекты, талантливых музыкантов. Мне кажется, что их у нас в стране совершенно безграничное множество. И вот на этот раз у нас будет два интересных события. Первая группа «Энердрайв», которая уже выступала, и, в общем, они наши давние друзья, так сказать, наши прогрупповые клиенты. Все началось в свое время с фестиваля «Пустые холмы» 2008, потом были выступления на разных прогрупповых концертах. И один раз они играли здесь в клубе «Козлово» на Прокдей. Но тот концерт – это был просто концерт, а сейчас не просто концерт. Сейчас происходит презентация нового альбома, который готовился, записывался в хорных трудах уже целых 6 лет. Наконец группа его завершила. Вот он такой красивый, хороший. Называется «Оазис». Вышел он на итальянском лейбре «Лизард рекордс». И группа успела его получить, успела его привезти к этому концерту. И вы можете первого века успеть его купить за всего 300 рублей. Для фирменного итальянского диска это, по-моему, очень хорошая цена. А насколько хорошая музыка, я думаю, вы сейчас все услышите. Разумеется, это то, что будет сыграно и то, что записано на диске. Эти записи отделяют друг от друга и изрядное количество времени. И некоторые разницы в составе. В частности, здесь на диске запечатлены старания. Плитистки, которые уже с группой не играют. Скрипачки. Это все интересные и известные музыканты. Выходцы из мельницы. Вот Сережа расскажет о них поподробнее. В общем, много кто все это записывал. И получилось, по-моему, интересно и хорошо. И группа Inner Drive, чтобы это был не просто концерт, а презентация, они попросили сыграть еще и экс-участников состава в свою прошлую виду секцию. Так что мы сейчас вернемся сначала на шесть лет назад, а потом, соответственно, перепрыгнем во время настоящее. Это что касается Inner Drive первой команды. Вторая Air Kanda. Для меня это имя было новинку. Их хорошо знает. Иван Размайинский из Розвиталиса. Он нам, собственно, и посоветовал. Они сами тоже захотели сыграть. Им это было очень интересно. Мы приехали. Тут еще была интересная история. Вот мы сегодня ночью встречали на вокзале. Прямо в 4 часа утра. Потому что они так рано приехали. И, в общем, я надеюсь, что вот эти наши усилия по их привозу. Они не пропадут напрасно. И вам эта музыка понравится. Вы ее оцените. У них тоже вышел альбом. Тоже дебютный. Одноименный альбом Air Kanda. Он существует пока только в виртуальном виде. Ну, что называется, лыблый. Возьмите на заметку. Вы это еще имеете шанс выпустить в физическом формате. Вот. Ну и, наконец, напоминаю, что наш свежий номер НРОКа. Большой, красивый, хороший. Посвящен темам номера Кримзон. Кримзон Проджект. Всякие эксклюзивные интервью, статьи, материалы. Покупайте. У нас там на стоите. Ну и еще раз от всей нашей редакции прогрессивного сообщества я поздравляю группой НРОКа с выходом их дебютного альбома и приглашаю музыкантов на сцену. Добрый вечер. Мы начнем свою программу с его второначального состава, который образовался в группе где-то в 2006 году. Прошло уже где-то 8 лет, и мы вот, наконец-то, выпустили дебютный альбом, на котором 10 треков. Еще бы два года подождали, и можно было сказать трек в год. Вот так. Мы сыграем сначала старым составом, а потом новым составом, чтобы можно было сравнить, от чего мы начинали, от чего мы пришли. И, кроме этого, будут еще и сотни произведения. Спасибо. 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 А теперь новый состав, вот уже текущий. Спасибо. 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 Следующая композиция, она новая, на диске ее нет, она называется Илеада. И она была написана специально для такого сборника, посвященного Илеаде Гомера, для которого многие группы, и музыканты... А, ну, в общем, даже не группы, а музыканты, потому что там были фортепиано и произведения, только она сначала была именно фортепиано. Писали музыканты с разных стран, и вышел такой диск на лейбле музея французском, двойной. А после этого вот у нас эта вещь стала уже играться ансамблем. Ее. Че. Э,о, else. С – че – – Субтитры сделал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Сергей, спасибо. Следующая вещь называется Декамерон. Видимо, в честь книжки как-то однажды написаны. Эта вещь была издана на сборнике. Насколько я помню, тоже в музее выпущенном. Тоже там много всяких групп интересных. Вот Интердрайв, например, там еще кто-то из России был. Вещь про любовь. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Говорят, гора где-то до Кавказа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Сегодня играем программу 2C, 4 композиции, композиции между собой связаны. Сейчас мы играем 5 минут, чуть-чуть перерыва. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Аплодисменты Корректор А.Кулакова Аплодисменты Корректор А.Кулакова Аплодисменты Корректор А.Кулакова Аплодисменты Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова